Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о цветении винограда, об опылении, разберем, какие факторы на это влияют и что нам необходимо делать, либо не делать в этот период. Начало цветения. Как его определить, когда наши соцветия, гроздочки, начинают сбрасывать так называемые колпачки? Итак, как происходит само цветение? Представим, что вот это наш цветочек, вот колпачок. При определенных условиях он не просто очленяется, он расходится у него лепесточки, он сбрасывается. В это время тычинки, вот это у нас пестик, они повернуты сюда и высыпают свою пыльцу. Происходит оплодотворение вот этого цветочка. Буквально через 2 минутки тычинки разворачиваются в другую сторону и начинают высыпать пыльцу, которая разносится ветром уже на другие цветы. При этом я очень часто наблюдала, что в момент цветения шмидли очень любят цветы винограда и с удовольствием там ползают. И в принципе тоже способствует опылению. Но основное опыление происходит самим вот этим цветочком и дальше пыльца разносится ветром. Какие факторы влияют на цветение опыления? Один из самых основных и важных факторов это температура. Если температура ниже 15 градусов, цветение может быть, но вот опыление вряд ли. Оптимальная температура 30 градусов. Если температура низкая, то пыльца просто не развивается, цветок может цвести, но пыльца будет стерильной. Соответственно оплодотворения не происходит. Бывают такие случаи, когда по каким-то причинам вот этот колпачок, он не отчленяется, либо не разворачиваются вот эти лепесточки, и тогда происходит оплодотворение вот там внутри. И потом колпачок сбрасывается ягодой. При каких-то неблагоприятных условиях, засуха, либо другие какие-то температурные явления, цветки могут массово развиваться вот так неправильно, и это может приводить к их массовому осыпанию. Особенно грешат этим некоторые сорта винограда, например, мальбек, шасла, может быть, какие-то другие. Поэтому если у вас происходит вот какое-то такое массовое осыпание цветков, то можете обратить внимание вообще, что происходит. Они там закрыты, либо колпачки сбросились. То есть можете понять причину, почему так произошло. И вот, смотрите, не сбросившиеся колпачки в реальности, и видите, что происходит? Идет массовое осыпание. То есть вот это тот случай, когда, то есть с одной стороны вот кое-где мы видим, что вот уже завистька есть, потом еще будет более крупный план. Завистька есть, и она подняла колпачок. А много, где опыление не произошло как надо, и идет массовое осыпание. Вот смотрите, пример грозди, которая практически вся осыпалась. Я напоминаю, что приводит к такому неправильному развитию неблагоприятные условия, которые предшествовали моменту цветения. А мы знаем, что у нас май был очень холодным, и, скорее всего, что именно вот это и стало причиной такого плохого опыления. И вот, смотрите, это первая была гроздь. Вот, вторая. Для чего я это показываю? К вопросу о том, стоит ли убирать грозди до цветения. Особенно в сложном году. Я уже об этом говорила, либо еще где-то буду говорить в видео. Но вот это наглядный пример, что именно в этом году спешить не стоит, потому что можем остаться вообще без ничего. Ждем, смотрим, как у нас опылится, смотрим, что у нас завяжется, и уже тогда только принимаем решение об удалении. Какие же еще факторы могут повлиять на опыление? Мы уже с вами сказали, что это может быть стерильная пыльца. Это может быть, например, тихая, спокойная погода, нет ветра, и у нас виноградник загущен, то есть пыльца плохо разносится. Это два и третий вариант, когда, помним, это вот наш пестик, «Будущая зависть», там есть семя почки. Это те, как бы, будущие зачатки семян. Так вот, при неблагоприятных условиях, при холодной погоде, в момент, когда эти самые семя почки развиваются, а это происходит задолго до цветения, семя почка может не развиться, и другие органы цветка, вот будущие зависти, они могут не развиться. И таким образом, даже если стоит прекрасная погода в момент, цветение, опыление, оно может не наступить, потому что опыляться фактически нечем. И рискну предположить, что с этим мы можем столкнуться как раз-таки в этом сезоне, потому что мая у нас стояла очень холодно, очень плохой, растения развивались медленно, и, соответственно, могло что-то недоразвиться. Ну, как говорится, поживем, увидим, посмотрим, что у нас будет происходить. И еще один фактор, который может повлиять на опыление, дальнейшее завязывание ягод, это влажность, а точнее ее отсутствие. Если у нас будет очень сухо, конечно, для Беларуси, для средней полосы, наверное, это менее характерно, но для каких-то южных регионов, этот фактор может стать, скажем так, довольно важным. Если слишком сухо в момент цветения, в момент опыления, то пестики, вот эти, которые воспринимают пульсину, просто пересыхают и не способны к восприятию пульсину, соответственно, к завязыванию ягод, тогда что увидим? Опять же, осыпание цветков. И какие работы мы проводим на винограднике во время и перед цветением? Первое – это обработки. Значит, чем обрабатываем? С профилактической целью мы обрабатываем какими-то медсодержащими препаратами. Кстати, под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю ссылку на первое видео по обработкам. В этом году столкнулись, кстати, первый раз с такой болезнью, как антракноз. Немножечко покажу следы. Вот лист. Вот такой. То есть появляются мелкие точечки, потом лист может деформироваться, на нем появляются дырочки. И как раз таки медь прекрасно все это убивает. Значит, обрабатываем медью, любым медь-содержащим препаратом, добавляем какие-то микроэлементы, потому что растению в момент цветения надо хорошее питание, им можно добавить что-то типа эпина, косила, но уже можно и не добавлять. Дальше хорошо перед цветением можно за неделю, за две, то есть за некоторое время. Хотя еще, видите, вот они наши соцветия. Еще у нас время есть провести подкормки. Вот здесь на солнышке лучше видно. Значит, мы проводим подкормки, опять же, чтобы был достаточный приток питательных веществ ко всем органам растения, в том числе и к цветкам, и чтобы наше опыление происходило лучше. Конечно же, делаем подвязки, если это необходимо. И даже особо негде показать, но я попробую. Существует там различное мнение, что надо все пасынки выламывать, лист весь выламывать и все прочее. Мое мнение, ничего из этого особо делать не надо, но если у нас возникает вот такое загущение, то мы можем отломать несколько листиков, которые находятся в районе соцветия, чтобы лучше происходило опыление, чтобы пыльце было легче разноситься ветром. Хотя вот эта теплица, и смотрите, вот там уже фактически все отсвело, и уже пошли завязи. Убирать все не следует, потому что лист – это основной орган, который кормит в настоящее время наши растения. Это тут маленький заводик по производству питательных веществ. И убирать эти заводики смысла нет никакого. Что касается пасынков, вот на улице пасынков практически нет, а в тепличке вполне растут. Значит, пасынки прищипываем над вторым листом. Кроме того, пасынки нам тоже дают дополнительные листья, которые, как я уже сказала, будут производить питательные вещества для всего растения. Самый колпачок, о котором я говорила, и вот хорошо видно тоже то, что я вам рассказывала. Видите, вот на этой крупной ягодке колпачок не упал, она опылилась под ним, и сейчас сама сбросит колпачок. Но, повторюсь, это особенности сорта. То есть, если такое происходит, у некоторых сортов оно происходит абсолютно безболезненно, у других бывает, что это приводит к тому, что цветок просто не развивается, не упаляется. И еще специально оставила вам показать. Смотрите, вот это пасынок. И на нем есть маленькая гроздочка. Вот на заднем плане то же самое. Пасынок с гроздочкой. Конечно, я эти пасынки уберу. То есть, я оставила чисто для демонстрации. Видите, там он уже прекрасный. Гроздь. Это Антоний Великий. Он вообще на всем может цвести, на всем завязывает ягоды. Настолько такой плодовитый, хороший сорт. Ну, конечно, эти пасынки я уберу. Если по какой-то причине у вас на основном побеге не образовались, например, соцветия, то тогда, конечно, можно оставить. Угнетения никакого не будет. Даже отмечены определенные корреляции. Если есть соцветия на пасынках, то в следующем году ждите хорошего урожая. Но, опять же, при хороших условиях. И при том, что растение хорошо перенесет зиму. Ну, последний вопрос, который мы сегодня затронем, это обработки именно во время цветения. Много существует тоже различных мнений. Кто-то считает, что вот все равно там химическими агентами, какими-то защитными надо обрабатывать. Я считаю, что делать этого не стоит, не мешая машине ездить. Тем более, лично много замечено, что во время цветения очень много шмелей на винограднике. Ну, как бы для насекомых это тоже не очень хорошо. Единственное, что можно и нужно, чем обрабатывать, это какими-то стимуляторами цветения. То есть это может быть гиберелин, это может быть препарат типа бутон. Когда у нас какие-то сорта, которые плохо опыляются, либо есть специфические сорта, которым это необходимо. Например, кишмиш яси, если его обработать гиберелином, то мы получаем именно кишмишную ягоду, длинную, выцанутую, очень красивую. То есть в таком случае, да, мы обрабатываем. Все остальные химические агенты я бы не рекомендовала. Хотя выбор всегда остается за вами. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будут ссылки на другие полезные видео, будут мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч, пока!